Идея сегодняшней лекции в следующем. Я расскажу про математическую составляющую Нобелевских премий трех людей. Кена Теэру, Джона Нэша, ну и про Конторовича я, так как математическая составляющая Нобелевской премии Леонида Витальевича прекрасно известна, ну там почти всем, это линейное программирование, которое учат везде, то про Конторовича я вместо нее расскажу некоторые забавные факты из его биографии. Но я не могу начинать математическую часть лекции, потому что пока нет доски для нее, поэтому мы пока поговорим просто. Значит, итак, ну вот, да, тоже перерезанный Кена Теэру прожил чрезвычайно длинную плодотворную жизнь и умер буквально в позапрошлом году, я его знал, я его видел, скажем так, я его знал, это когда ты с кем-то выпил водки, да, такого не было, но я его видел, и это было на конференции в Тель-Авиве, нет, в Иерусалиме, это было в 90-м году, была конференция по динамической теории общего равновесия, он все рубил, вот просто все, он быстрее всех все понимал, то есть это феноменально было совершенно, человек уже был в годах тогда, и он, значит, сидел и как бы вел лекцию, то есть он вел, вот как бы только что-то так, немножко не так было сказано, он поправляет, переспрашивает, лектор говорит, да, 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 конечно, конечно, вы правы, именно так, в общем, это было, ну, я еще как бы не, я не мог ее вести по причинам языковым, я на самом деле никогда нормально английский не знал, сейчас-то вообще его забыл уже, а тогда в Рэш учился, еще там нельзя было не знать его совсем, но все равно я вот так с листа, я не мог воспринимать этот текст, а, соответственно, ну вот, ну, я могу сказать, что не один я выпадал, то есть выпадал почти весь зал, вот, а Эру не выпадал. Теперь, и тоже некоторый любопытный факт состоит в том, что его первая опубликованная работа об оптимальном использовании ветров для планирования полетов, то есть это такое, как бы он пошел, он в метеослужбе служил в армии, ну, во время войны, и, в общем, занимался вот этим чрезвычайно важным и сложным вопросом, да, как когда у вас, ну, действительно, да, вот вы знаете, да, что когда взлетает самолет, садится, постоянно меняют направление полосы, то на Мадедово, например, да, то туда вы взлетаете, то наоборот, и везде, кроме мест, где полоса упирается в горы, везде, ну, там, где в горы, там уже ничего не поделаешь, ты все равно можешь взлетать, садиться только с одной стороны, а вот в других местах это регулируется именно из-за направления ветров. Ветер встречный, быстренько раз, взлетел, и все хорошо. Вот, значит, дальше, 1972 год, Нобелевская премия по экономике за новаторский вклад в теорию общего экономического равновесия и теорию благосостояния. Ну, вот, собственно, про это пойдет в основном речь, хотя на самом деле Эру еще знаменит теоремой, такой скандальной теоремой, теоремой о диктаторе называется. И давайте я пока, пока доски нет, я попробую устно рассказать вот эту часть. Ну, буквально пять минут все-таки потрачу на теорему о диктаторе, потому что творчество Кенната Эру было бы все-таки неполным, если бы мы это не указали, то есть это было бы... Вот, итак, что утверждается? Это всегда некий, когда журналист ко мне подходит, говорит, скажите, пожалуйста, правда ли доказана математическая теорема о том, что демократии не бывает? Я говорю, давайте будем, ну вот как бы у нас есть некоторая часть, которая называется математика, и некоторая часть, которая называется билетристика. За математику отвечаю я, за билетристику вы. Но давайте мы все-таки правильно выстроим мост. Вот. Нельзя сказать, нельзя утверждать, что теорема Эру о том, что демократии не бывает. Ну, давайте я просто сформулирую четко, что такое теорема Эру. Значит, представим себе, что вы парламент. Передо мной сидит парламент. А вы председатель. Ну да, или Путин. Как хотите. Вот. Значит, вот каждый из вас имеет свои собственные предпочтения о том, ну, представления, я бы так сказал, о том, какие проекты для России самые важные. Ну, например. Есть такой проект. Пробить туннель из Гузерипля в Красную Поляну. Еще в советские времена он обсуждался, но потом рухнул Советский Союз, он надолго был отложен. Сейчас он, в принципе, был отряхнут от пепла и обсуждался, значит, в неких кабинетах. Но он проиграл другому проекту, который называется «Мост на Сахалин». Вот. Ну, можно себе представить также еще проект «Построить железнодорогу на Чукотку» там, или еще какие-нибудь большие, да, большие интересные проекты. Ну, РЕГ, да. РЕГ не доставали с тех пор, по-моему, ни разу. Вот. Но там есть целый ряд таких больших, интересных задач. Или провести в 26-м году Олимпиаду, например. Ну, это я фантазирую, такого проекта нету. Но, может быть, можно придумать, да, и поставить на рассмотрение. Ну, и как бы вот если выносится этот список на обсуждение, да, и нужно что решить? Ну, по идее, надо решить, какой проект мы вот сейчас берем и будем воплощать. Но если подумать более, так сказать, копнуть чуть глубже, то мы скорее должны сформулировать наше представление о порядке убывания проектов по важности. Потому что сколько проектов реально может быть потом реализовано с учетом финансовых средств, это неизвестно. Неизвестно, как правило, да, мы решаем сегодня, а через три года будет начало всех этих проектов. Может, денег хватит на все, ну, прекрасно, тогда, значит, мы зря обсуждали, ну, слава богу. Может, ни на что, тогда тоже зря обсуждали. Может быть, на один, тогда действительно нужно знать, какой лучший. Но, может быть, на три, тогда мы должны знать три лучших, да. И вот это вот как бы такое максимальное, чего бы нам хотелось, это чтобы парламент просто вынес решение за общество, в каком порядке приоритета стоят проекты. А какие начальные данные? Начальные данные, у каждого из вас список вашего собственного восприятия, какой проект самый важный, какой второй, какой третий и так далее. То есть вы подаете мне списки, вы парламент, вы подаете мне списки. И оказывается, у меня, ну, вот на руках там несколько десятков списков. Я должен сказать, какой список теперь, с учетом того, кто что подал, то есть там, это может быть какой угодно, механизм поименный, там, учитывающий, кто именно на что голосовал. Мне нужно на выход подать вот этот, я, так сказать, я агрегирую мнение, я говорю от общества, от имени общества, я заявляю, что вот порядок предпочтений. Как проекты идут один за другим. Ну и желательно, вот, собственно, мечта стоит в том, чтобы не решать эту задачу каждый раз вручную. Понятно, да? То есть такая мечта об универсальной машинке, в которую можно засунуть эти списки, провернуть несколько раз ручкой, шарманочку, да? Конечно. Вот, и вылезает, раз, и вылезает список народного мнения. Потом подал другие списки, изменились ваши представления о жизни, изменились. Или вас там повыгоняли и повыбирали новых. Ну вот, как бы, подан другой совершенно список, да? Вот. Нужно опять просто вставить машинку, провертеть, и на выходе готово. Ну вот, собственно, теорема Эру о диктаторе, это некоторое утверждение об машинке этой. Не о том, что мы не можем раз, один раз собравшись, что-то решить. Можем как угодно решить. А о том, существует ли вот эта машина, которая универсально преобразует списки в ответ. То есть это утверждение про функцию, которая действует на множестве всевозможных поданных ей списков, да? Всех комбинаций списков. То есть как бы, ну вот, если у нас там k-альтернатив, то k-факториал возможного упорядочения, и если здесь сидит n-человек, то k-факториал в n-ной степени, к сожалению, пока нет доски, не могу это написать, но вы представляете, да? k-факториал в n-ной степени. Это множество всех возможных начальных данных. И нам нужна машинка, которая их перерабатывает и на выход подает тоже список, значит, один из k-факториал возможных списков. Машинка, вот сколько таких машинок? Нет, сейчас, вот сколько всего вообще существует функций, которые на входе получают n вот этих вот списков, и на выходе выдают один список? n, значит, смотрите, k-факториал в степени, скобка открывается, k-факториал в n-ной. Нет, все, k-факториал в степени k-факториал в n-ной. На вход k-факториал в n-ной данных, на выходе k-факториал данных. Вот, то есть это двойная экспонента, в которой участвуют факториалы. Напомню, что факториал сам по себе является экспонентой, да? k в степени k делить на e, в общем, там пахнет 5- или 4-этажный экспонентой. Ну, там надо посмотреть аккуратно, может быть, 4-этажный. Вот, то есть это, грубо говоря, таких машин столько, что невозможно в принципе себе представить множество этих машин. И вот утверждение теоремы R-у про то, что если мы наложим некоторые ограничения на то, как работает машина, то останется вместо этого всего лишь n разных машин. Вместо k-факториал в степени k-факториал в n-ной у нас будет n разных машин, и причем очень специфических. Итак, накладываем требования. Первое требование, что количество альтернатив k не 2, а больше, 3 или больше. То есть есть, по крайней мере, там туннель через Кавказский хребет, мост на Сахалин и дорога на Чукотку. По крайней мере, может быть, еще несколько, но не меньше, чем 3. Для двух теорема неверна. Это первое, да? Значит, дальше, второе. Значит, какие требования мы накладываем? Всего два требования. Первое заключается в том, что если внутрь машины поданы списки, в каждом из которых мост на Сахалин стоит выше, чем туннель под Кавказом, причем неважно, где эта пара стоит, оба вверху, один внизу, другой в середине, там через сколько-то, важно, что каждому из поданных списков обязательно именно Сахалинский мост. То есть каждый из нас считает, что если ограничиться этими двумя опциями только, то Сахалинский мост более предпочтителен. То в этом случае, естественно, мы требуем, чтобы в списке, которые мы подаем туда, в качестве мнения общества, естественно, было то же самое. Но если каждый из нас считает, каждый из парламентарий считает, что Сахаринский мост важнее, чем туннель через Кавказ, значит общество как единое целое, естественно, считает так же. Это первое требование, которое вполне очевидно. Второе требование довольно сложное, я сейчас его некоторое время буду объяснять. Значит, второе требование, оно заключается, на самом деле, в желании... О, Паша, ну ты гигант, все-таки нашел, да? Молодчина. Пока, сейчас я... Да, значит, итак, итак, вот я сейчас некоторые наводящие соображения скажу. Наводящие соображения такое. Вот, например, Саша очень хочет мост через Кавказ, мост под Кавказ, этот самый, туннель под Кавказом, да? Ну это же офигенно, да? Приехал в Сочи, там потусил раз в полчаса, и ты, ну или там час, раз, и все, ты уже на майкопской стороне. Вот, очень круто. И он чувствует, что перевес начинает складываться в пользу Сахалинского, моста. Но для него Сахалинский мост это тоже интересно, потому что там живешь сейчас. То есть, тоже важно. Значит, соответственно, получается, что вроде как для него оба важны, но ему все-таки хочется больше туннель. И что он делает? Он нагло берет и Сахалинский этот, всовывает конец списка. То есть, сохраняет порядок, для него Кавказский туннель важнее Сахалинского моста, но он берет и всовывает этот Сахалинский так далеко, что потом эта машинка смотрит, блин, есть люди, для которых Сахалинский мост чрезвычайно не привлекателен. Так, надо это как-нибудь учесть, да, говорит машинка. Вот. То есть, он как бы влияет на результат манипуляции своего списка. Так вот, надо придумать какое-то требование, при котором манипуляция невозможна. Какое? Очень простое. Давайте потребуем просто, что если мы решаем, что мы считаем насчет двух конкретных альтернатив, то мнение кого-либо из вас относительно других альтернатив, где они с этими двумя сравниваются как, не должно влиять. То есть, вот эти как бы перемены списков, своевольные перемены списков с манипулированием, сохранением, естественно, своего порядка, они не должны менять результат никогда. Вот и все. Вот очень простая интерпретация. Мы препятствуем какому-либо манипулированию. Вот. Но это вот второе требование. Все. Больше требований нет. Теорема. Существует ровно N машин, которые удовлетворяют этим двум требованиям. Каждая из этих N машин устроена так. Рассматривается один из N парламентариев, и его список всегда объявляется мнением общества. Все остальные выбрасываются в помойку. Понятно? Все понятно, да? То есть, если мы наложили эти два, казалось бы, совершенно невинных требования, то осталось у нас из К факториал в степени К факториал в N различных машинок ровно N. Каждая из них — это диктатура конкретного члена парламента. Ну, а дальше уже, так сказать, можете сами думать, какого именно. Вот. То есть, это просто математический результат. Не более того, его соотношение с жизнью... Ну, вообще, у него очень долгая история. То есть, там, в конце 18 века была французская революция, казнили короля, мечтали о демократии, о том, что будет вот эта машинка, все парламенты будут пользоваться ею. Очень долго ее искали, не могли найти, но представить себе, что ее не существует, ни у кого даже в голову не приходило. Ну, и вот эру в 1950 году, спустя 160 лет, это доказал. Вот. Значит, эта теорема имеет некоторое отношение к процессам в парламенте, но не прямое, потому что зачастую бывают ограничения, в принципе, на те списки, которые подаются. Бывают ситуации, так называемых, однопиковых предпочтений. В общем, есть, там, в науке о политике есть целый ряд ситуаций, которые сильно сужают множество, поданное на вход в машинку, и на суженном множестве уже все нормально работает. Там даже демократия может работать иногда, в общем, ну, прямое голосование. В общем, дальше возникают, как бы, побочные результаты. Так что надо понимать, вот, что эта теорема, она носит математически универсальный характер, но ее соотношение, там, с обычным принятием решения, оно такое, метафизическое, я бы так сказал. Тем не менее, теорема совершенно великая. Так, ну и, собственно, главное, что, за что все-таки Дебре дают, это, видимо, ну, так, как бы написано, за вклад, да, ну, какой вклад в теорию общего равновесия? Ну, на мой взгляд, вклад стоит в том, что он доказал теорема существования самого общего вида. Давайте чуть-чуть раз, я поговорю про эту модель. Представьте себе, что вы отправились в поход. Вы пошли в поход, и вам выдают пайку, каждому выдают одинаковый набор продуктов на каждую, например, на каждый перекус. У вас здесь кусочек сыра определенного размера, кусочек колбасы, несколько сухариков, там, три изюминки, четыре орешка. Ну, кто ходил в походы, помнит, наверное, такие ситуации. Вот, и всем все поровну. Но если это поход, например, детский, то очень быстро оказывается, что дети начинают друг с другом меняться. То есть, то и дело слышит где-нибудь. Так, ну чего, давай колбасу на сыр, да? А, давай пол колбасы на сыр, там, или три орешка на кусочек колбасы. В общем, начинаются такие какие-то локальные договоренности. А, казалось бы, что, что надо людям? У всех все одинаково. Что надо? А вот люди не одинаковые, да? То есть, кто-то больше любит сыр, кто-то больше любит колбасу. Ну, куда от этого деться? Никуда от этого не дешься. Не денешься. И происходят какие-то, ну, обоюдовыгодные обмены. То есть, после того, как они поменялись какими-то наборами, эти, соответственно, их то, что их корзинки, да, вот эти вот потребительские изменились, стали разными, но при этом уровень, ну, полезности от потребления этих корзин вырос в обоих. Ну, вот, собственно, ну, с чего начинается экономика, да? С чего она вообще начинается? С того, что можно поменяться так, что обоим станет лучше. Точка. Это, как бы, вот, так сказать, база всего. Но вопрос, как бы, к чему приведет такая система обменов, ну, если мы попробуем посмотреть отрешенно на этот мир. Ну, во-первых, если есть коэффициент обмена, там, итого нажитой, сыра на колбасу, то вряд ли он может быть разным у этих двух и, скажем, где-то у других каких-то двух. Потому что что тогда возникает? Арбитраж возникает. Какой-нибудь прохвост, он идет, меняет, там, два куска сыра на три куска колбасы, берет эти три куска колбасы, а в другом месте сыр на колбасу один к одному меняется, он меняет два из них обратно на два куска сыра, и из воздуха он соткал себе кусок колбасы. Да? Об этом, кстати, очень хорошо. Менял, он трудился. Трудился и менял. Очень хорошо об этом написано в «Мастере и Маргарите» про квартиры, что вот некоторые без измерений могут увеличивать площадь своих квартир. Там вот была блестящая операция, которую некоторый совершал, но потом его взяли и посадили в тюрьму на последнем шаге. Вот. В общем, значит, это называется арбитраж, и мы считаем, что в долгоиграющей системе его быть не может. Ну, понятно, что никто не будет терпеть, что какой-то придурок бегает. Теперь следующий момент с арбитражем еще связанный. Ну, во-первых, как бы, если мы напишем «ПСЖИ», то есть, ну, как бы в одну сторону, в другую, а коэффициенты, естественно, удовлетворяют вот такому соотношению, да, то есть, если за кусок сыра дают 2,5 куска колбасы, то это то же самое, что за кусок колбасы дают, значит, 2,5 куска сыра. Поэтому это соотношение верно, но отсутствие арбитража – это еще одно соотношение. Какое? Какой еще источник арбитража есть? Третий товар, да. Я взял сыр, поменял здесь на спирт, простите, простите, например, да, спирт на колбасу, а колбасу обратно на сыр. И у меня вдруг возникло 20 грамм спирта просто так. Потом я еще несколько раз это сделал, например, да. Вот, а закуска уже готова, стоит и ждет. Вот. Ну и это означает, на самом деле, если подумать, это P и G, P, G и K, P, K и равно единице. Ну, то есть, если это не выполнено, то понятно, да, опять же, мы и на K здесь в другой пропорции меняемся, если чем обратно, K на I. Поэтому это два условия отсутствия арбитража. No arbitrage. Вот. И тогда уже и никакой арбитраж невозможен. Через 4, через 5 и так далее можно провести через те же равенства по 3. Ну, вот это, так сказать, чисто математический результат. Этого вполне достаточно. И вот почему. Оказывается, что можно теперь написать, взять какую-то бумажку, назвать ее рублем и сказать, что у нас на самом деле есть, вот из этого следует, что у нас есть объективно заданные цены на каждый товар. То есть, P, значит, вот, скажем, ну, если мы считаем, что первый товар стоит, например, ровно 1 рубль за единицу, тогда остальные будут P1.2, P1.3 и так далее. Вот это просто будут реально цены, вот эти вот коэффициенты обмена будут ценами. И это не войдет в противоречие друг с другом из-за вот этих равенств. Но понятно, что есть объективные цены, то никакого арбитража вы уже достичь не можете. То есть, получается, что? Что если мы требуем отсутствия арбитража, то на самом деле мы требуем, что в этой системе появились цены, как вектор, просто, так сказать, ну, вот есть деньги и бумаги, деньги и товары. То есть, просто можно придумать бумажные деньги, оценить каждый товар в какую-то, значит, в этих деньгах, ну, и дальше, так сказать, они уже просто меняются в соответствии с этими ценами. Но дело в том, что легко сказать, казалось бы, ну, нам же хочется чего? Это как бы минимальное это условие. Если нет арбитража, да, то так обязательно должны быть цены. Но достаточно ли нам, достаточно ли этого, грубо говоря, чтобы как-то организовать экономику? То есть, верно ли, что при некоторых ценах действительно все будет организовано идеальным образом, и никаких вообще улучшений в этой системе дальше не будет? Давайте подумаем, что это означает. Вслед за Леоном Вальрасом, 1880. Значит, что это означает? Леон Вальрас предложил такую модель. Продолжаем походную аналогию. Итак, у нас были вот эти вот розданные всем, розданные всем начальные запасы. Если у нас есть цены, мы можем просто сказать, что каждый получил одну и ту же деньгу, W. Но походная аналогия здесь одна и та же деньга. В общей ситуации могут быть совершенно произвольные начальные данные, произвольные корзиночки, и произвольно стоят они будут. Но вот на походной просто каждый получает конкретный вексель. Вот за эти деньги вы можете покупать товары. А дальше каждый подходит и, изучив систему цен, начинает требовать, ну, некоторый набор X1, там, X2 и так далее, Xn, всех имеющихся в походе, значит, этих самых, так, чтобы он стоил столько же. То есть вы как бы исходный набор заменили на деньгу. Но, в принципе, предпочтения у человека могут быть таковые, скорее всего, будут таковые, что вот этот вот поровну разделенные, это не его максимум при данных ценах. То есть он может по-другому потратить свои деньги. Ну, как бы он волен их потратить как угодно. Он приносит вексель и просто требует каких-то товаров в количествах X1, X2 и так далее, Xn, каких-то больше, каких-то меньше будет, естественно, потому что равенство должно сохраняться. Ну, и он тем самым себе как бы пытается найти на самый лучший подходящий ему набор. И так делает каждый. Но во что это упирается, если так делает каждый? Первый подошел, взял все, что ему нужно. Второй подошел, взял все, что ему нужно. А третий подходит, а ему говорят, извини, что-то спирт закончился. Почему так вышло? Несправедливо, да? Да, первые два успели разобрать весь спирт. Наверное, он был слишком дешевым. Думаем мы. И пытаемся в этом случае там поднять, какие-то цены поднять, какие-то опустить там. Ну, в общем, устроить какую-то более, более, ну, разумную, да, но с учетом того, что мы видим здесь, да, это значит, что просто цены мы вначале неправильно объявили. Ну, вот, к сожалению, идея, что если мы сейчас уравняем с помощью цены на спирт, спрос на спирт так, что через того, как бы через весь промежуток, пока они все приходят, спирт в точности кончается на последнем, если мы это сделаем, а потом посмотрим, там все равно остальные товары есть еще, да, и вот с этими остальными товарами мы начнем уравнивать по остальным товарам, и тут же опять разбалансируется спирт. Ну, понимаете, да, то есть есть понятие товары заменения, и товары дополнители, да, то есть, это когда там, ну, скажем, закуска, это типичный товар дополнитель, да, вот, а там чай вместо кофе это товар заменитель. Ну, там много разных вариантов, то есть здесь как бы, здесь возникнет все равно снова разбалансировка, в общем случае вы совершенно не понимаете, как ее, вот такими простыми способами ничего сделать нельзя, вот это вот понял еще в один раз, ну, и как бы встал вопрос о том, существует ли этот набор цен, такой, который все прекрасно, волшебно уравновесит, волшебно, то есть ты вот сидишь, взял, роздал всем векселя, объявил цены, приходит Саша, взял себе весь набор, приходит Дима Покровский, взял то, что хотел он, приходите вы все по очереди, каждый берет то, что хочет, приходит последний, кто-нибудь самый скромный, и тихо говорит, Алексей Владимирович, я хочу, а я говорю, не продолжай, я знаю, что ты хочешь, подглядываю, ты хочешь три куска сыра, два ореха, вот, ну там и так далее, да, у Полины лезут глаза на лоб, говорит, да вы просто маг, я ровно это и хочу, я говорю, ну вот, равновесные цены, да, понятно, да, то есть вот идеал, это идеал организации свободного рынка, объявили цены, все взяли то, что хотел, и всем всего хватило, не правда ли это такая супер утопия? Ну вот Вальрас в нее верил, пытался доказывать теорему существования такого набора, умер так и не доказав, причем там как-то очень интересно было, он, в общем, доказательство, которое он построил, оно нуждалось в некоторой замечательной теореме, типа того, что любое отображение круга в себя имеет неподвижную точку, ну здесь круг надо заменить на выпуклый компакт в многомерном пространстве, вот, и это называется теорема Брауэра, там очень драматично было, он умер в тот год, когда Брауэр доказал эту теорему, 1908, но все гораздо хуже было, потому что и доказательство его было ошибочным, вот, но это он уже застал только там сверху, глядясь на все это, пришлось ждать еще очень-очень долго, вот этих 1900, в конце 1910-й какие-то года, ничего добить не удалось, и пришлось ждать сильнейшего обобщения теоремы Брауэра, которая называется теорема Кокутании, я про нее еще в связи с Нэшем скажу, вот, это теорема о неподвижной точке гораздо больше общности, ну, для случая круга она утверждает следующее, что если есть многозначное отображение из круга в круг, которое непрерывно, непрерывно, это значит, что если нарисовать его график в прямом декартовом произведении круга на круг, четырехмерном, то график будет замкнутым множеством, и если у каждой точки образом служит тоже выпуклый компакт, то есть там нет ни дырок, ни каких-то этих самых, никаких-то незамкнутостей, в общем, вот тоже такой как бы выпуклый компакт, для каждой точки образ это выпуклый компакт, может даже весь круг быть для некоторых точек, ну, пожалуйста, там как угодно, но важно, чтобы, если для какой-то точки будет весь круг, то мы уже нашли, эта точка будет неподвижной, то есть, и вот у такого отображения всегда существует неподвижная точка. То есть такая, которая принадлежит своему образу, не совпадает с ним, а принадлежит ему. И эта теорема, как у Тани, была доказана в 1941 году, и спустя 10 лет Эру и Дебре справились с этой задачей про экономику, сведя вопрос существования равновесия к теореме как у Тани. Итак, если предпочтения, как в экономике говорят, строго выпуклые, ну это, грубо говоря, если у вас есть два для вас одинаковых с вашей точки зрения набора, и вы смешали их, взяли полусумму по всем товарам, то этот вот такой, который получился, если эти два были разные, стал строго лучше, чем любой из тех, которые были. Это первое предположение, потом второе, там строго монотонные должны быть, то есть больше, лучше. Ну в общем, какие-то такие самые обычные предположения, которые делаются в экономической теории, если их сделать, то всегда существует этот вектор, всегда. Это совершенно общий результат. И проблема, как бы, проблема, оказывается, проблема с экономической организацией все-таки не в этом. То есть вот эта вот великая мечта, она так и сбылась. Если бы Вальрас там дожил, да, спустя 70 лет, в 1950 году, ЭРО доказал эту великую теорему, что всегда можно набрать такой список цен. Проблема в том, что неустойчиво оно, то есть чуть-чуть отклонился, оно не назад возвращается, а может начать разбалансироваться. Но если в системе любой физик меня поймет, если равновесие неустойчивое, то это вообще не равновесие, это водораздельная точка для разных режимов. И все. И вот ровно такая ситуация там. Это все равно красивейшая теорема, сложнейшая. Но проблема даже в таком ее использовании. Но самая главная проблема не в этом. Самая главная проблема в том, что в реальной экономике они начнут опять манипулировать своими предпочтениями. Вот этот вопрос информации, как сегодня мы понимаем, с сегодняшнего дня, да, с высоты 21 века, самый главный вопрос это манипуляция информацией. Люди не подадут честные представления о своих предпочтениях. Там как бы начинаются разные игры в то, что кому лучше и так далее. Ну, в общем, не работает. Эта схема не работает по очень большому количеству причин, но, тем не менее, это первый кирпич, строительный кирпич для матэкономики, который вот, собственно, ЭРО и завершил. Так, про ЭРО есть какие-нибудь вопросы? Если нет, тогда переходим к Джону Форбсу Нэшу. Тоже прожил довольно длинную жизнь, но мог бы прожить и дольше. Погиб в автокатастрофе в возрасте 86 лет вместе с супругой. Для любителей теории заговора очень странная автокатастрофа. Водитель не пострадал в ней практически. И как-то она чрезвычайно странно случилась через 2-3 месяца после того, как он начал ездить со статьей «Идеальные деньги» по миру, где рассказывал свои представления о том, как можно было бы все организовать в финансовом плане. Но это источник для огромного количества всяких спекуляций. Поэтому, если хотите, поищите в интернете, кто что об этом думает. Я не буду распространяться. То есть мое личное мнение стоит в том, что это возможно, но мы не можем это не проверить, не опровергнуть никаким способом. То есть верно ли, что его просто убрали, сговорившись все банки мира, или так невероятно поразительно все совпало, мы на этот вопрос ответ не дадим никогда. И дальше просто каждый может верить во что хочет. Кто-то верит в заговор, кто-то верит в то, что так получилось совершенно случайно. Вот, есть еще целая там, есть еще дополнительная такая, для любителей теории заговора есть еще супертеория. Теория, что Нэш и есть Сатоши, изобретший биткоин. Что вот человек, который изобрел валюту, это Джон Нэш. Ну, на самом деле, то, что написано в идеальных деньгах, действительно очень похоже на то, как работает биткоин. Но как бы там идея электронного доверия, она вообще, ну, она такая, она вполне логичная. Что такое электронное доверие? Ну, вот если вы на площади торговой в какие-то древние века, не знаю, тысячу лет назад, где-нибудь, вы пришли торговать своим товаром, продавать его, и вас кто-то пытается обмануть, что вы делаете? Вы кричите «караул!», хватаете его за руку, все сбегаются и смотрят, что произошло, и на месте решают, кто был прав. В интернете происходит то же самое. То есть сейчас как бы мир весь превратился в огромную базарную площадь, и этим можно воспользоваться. То есть можно показать эту сделку, продемонстрировать ее, и показать, что вот кто-то здесь был неправ, в интернете кто-то был неправ. И вокруг люди скажут, да, мы согласны с этим, мы подписываемся своей копеечкой, своим биткоином маленьким, в том, что эта сделка была неправильная. Или наоборот правильная. То есть, в принципе, сейчас действительно возникла возможность, такая теоретическая возможность, полной децентрализации кредитов и вообще понятия доверия, вот этих рейтингов всяких, полной децентрализации. Ну вот в каучсерфинге стопудово, там, в разных каршерингах стопудово. Если вы там прокинули кого-то в этой службе, то тут же про вас все известно по всей сети. Ну и так, соответственно, вы получаете как бы классическое наказание древнего времени. Вас изгоняют из этого племени. Единственное, что в древнем племени изгоняли, и человек просто умирал, не будучи способным жить самостоятельно, потому что этим самым его изгоняли отовсюду. А здесь вы можете в другое племя попытаться войти с другим ником и вести себя по-другому. Ну или так же. Что? На велосипед там пересесть. Да, то есть, ну как бы наказание не стой суровое, но тем не менее потери иногда будут большие. Все равно репутация, она стоит денег на самом деле. Если вы в этом обществе хороший, известный игрок, зачем вам нужно это делать, зачем вам, так сказать. Вот, то есть это действительно децентрализация доверия и механизмов осуществления доверия, она происходит на наших глазах. До чего это дойдет, пока непонятно. Я не очень понимаю, может ли, получится ли так, что банки действительно перестанут иметь какое-либо значение. На данный момент я не могу это сказать. То есть я часто посещаю Сбер и вижу там, ну как бы там сильная беспокойность в происходящем, но они пытаются выдумать, как оседлать эту лавину, ну, возглавить ее. Ну, это отдельно, криптовалюта, я не готов на эту тему распространяться. Вообще, так сказать, вот в отличие там от истории про смерть Нэша, ситуация с криптовалютой и с тем, что он и есть тот самый, для меня даже, если честно, это вот, я оставляю вполне положительный процент вероятности. Почему? Потому что на свете вообще есть несколько человек, на всей планете, всего несколько человек, одновременно очень хорошо знающих теорию игр, прекрасных математиков и отменных программистов. То есть теория игр, на уровне, на котором там учат в Рэш, это раз, математиков на уровне эллиптических кривых, на секундочку, да, и программирование на уровне, на котором можно написать соответствующий движок. Во всем мире есть несколько таких человек. Я не отношусь к ним, я не знаю программирование. Я первые два знаю, а третий не знаю. Но таких, как я, которые знают первые два, это уже миллионы, скорее всего, ну или тысячи точно, там много тысяч. А вот кто знает все три, это очень мало. И точно, что, так сказать, в этой ситуации на Нэша, конечно, падают в первую очередь подозрения, как на экономисты и математика одновременно. Вот, то есть как бы вопрос только в том, где он успел выучить программирование. Вот, так что не знаю, очень может быть, все тут может быть. Но из знаменитого это «Игры разума» про Джона Нэша. Ну и, собственно, у нас две великих премии одному человеку. Две великих премии. Нобиевскую премию он получил в 1994 году. Анализ равновесия в теории некоперативных игр. Про нее сейчас я буду рассказывать. Но про что я не буду рассказывать, но что очень важно понимать, что у него высшая награда в области математики. Самая высокая, которая есть, это премия Абеля. Вообще в математическом мире он как бы долгое время страдал от странного волонтаристского решения Нобеля. Экономисты гораздо раньше спохватились. Собрали некий комитет, который взял и решил, что он будет выдавать Нобелевские премии. Ну, точнее, премии Нобелевского комитета. И это было очень давно. Но вот математики подсуетились только в 2000-м. И учредили, по-моему, в 2000-м или 2001-м, я точно не помню. В общем, это вот примерно на рубеже веков была учреждена величайшая награда в области математики. Это премия Абеля. Кто слышал про премию Филдса, кто знает про Филдса. Филдс это премия математикам до 40. То есть это как бы... Вот, это за молодые. У экономистов тоже есть. Медаль Кларка. Да, медаль Кларка. А вот такой награды, которую мог бы получить взрослый математикой, ее до последнего времени не было, но вот потом была учреждена. Ну вот, например, в 2016 году знаете, кто получил ее после Нэша на следующий год? Ты знаешь, молчи, да? Ты знаешь. Атьябург? Нет, он получил, кажется, в 17-м, если я не ошибаюсь. В 16-м получил... Нет, Перельман Филдса, он отказывался. Вы? Я не математик, я популяризатор. Слушайте, я по-другому спрашиваю, намекну. Вы можете не помнить его имя, но теорему, которую он доказал, знаете вы все. Да, в 2016 году лауреатом премии Абеля был Эндрю Уайлс, доказавший великую теорему фирма. В 1994 году окончательно, значит, было признано, что это доказательство верное. 22 года ему пришлось ждать. Видимо, пока количество народу, которое подпишется под ней, будет больше тысячи. Когда ему позвонили, он с саркастической улыбкой сказал, вы знаете, для меня это полная неожиданность. Но я буду, значит, естественно, там это нелинейные дефуры. Но нелинейные дефуры это бездна, в которую, если кто заглядывал, он меня понимает. Все вообще прячется в нелинейных дефурах. Предсказание погоды, например, прогнозы и так далее. То есть это то, где можно получить хоть 200 тысяч таких премий за разные вещи. Про это рассказывать не буду, а я расскажу про теорию игр. Что такое теория игр? Ну, я прошу прощения участников школы Шаталина, которые знают все про это. Если говорить кратко, значит, это предсказание взаимодействия людей. Вот к чему оно приведет. Давайте я приведу очень простой пример, из которого будет все понятно. Когда-то в Москве ввели турникетные залы между метро и железной дорогой. Основными ключевыми пунктами, вокзалами и какими-то станциями, с которых есть пересадка на метро. Ну и как бы, как устроен турникетный зал? Вы должны предъявить билет и пройти, и вам там этот турникет откроется. Ну, часто люди, либо не успевая взять билет, либо просто экономят деньги на этот билет, или просто нет денег, перескакивают и бегут на электричку. В турникетном зале, как правило, есть какой-то контролирующий дядя, который следит за тем, чтобы это не происходило. И если кто-то прыгает, тот его хватает и, ну, скажем так, в 2002-2003 годах, когда это начиналось, это стоило 100 рублей. Услуга, услуга по отпусканию вас в Асфоясе, если вас схватили, стоило 100 рублей. Но билет стоило гораздо дешевле, там, не знаю, допустим, 15, да? Ну, и вот, смотрите, происходит такая ситуация, что каждый человек думает, а прыгнуть ли ему, попытаться ли ему прыгать. Вот здесь много-много народу стоит, все пытаются, такие бичеватого вида люди, думают, прыгнуть, не прыгнуть. И в этой ситуации логика людей может быть одной из двух. Первый вариант логики. Я знаю, они все трусы, они никто не будут прыгать, я знаю про них это. Но если так, то мне нет смысла пытаться, он меня схватит лично. Он меня схватит и оштрафует, ну, там. Вот. Поэтому я отказываюсь. И так думает каждый, и в результате никто не идет. То есть, то логика, да, ну, там, московские либералы любят это про митинг говорить, вот эту вот историю, что пойти или не пойти на митинг. То же самое, да, то есть, каждый думает, вот, если он один придет, то его, соответственно, обработают как следует. А если придет очень много народу, то, соответственно, обработают несколько человек, и, скорее всего, ну, там, вероятность того, что это будете именно вы, она очень низка. Вот. Ну, то есть, это как бы игра координация называется. А если наоборот каждый про всех остальных точно знает, что он, что все остальные пытаются прыгать, то тогда он думает, так, ну, слушай, вот они все прыгают, я останусь, мне надо билет покупать там, или я на электричку не упаду. Если я прыгну, меня, может, и поймают, но вероятность того, что меня поймают, чрезвычайно низка. Скорее всего, схватит кого-то еще, просто нас много. И эта логика, она воцаревает в обществе, и эта логика приводит к другому равновесному поведению, что все скачут. И изначально у нас нет никакого способа понять, что будет происходить. Вот это то, что теория игр вообще не умеет делать. Это в каком именно равновесии находится ситуация. Есть два равновесия, мы говорим, что либо так, либо так. То есть, скорее всего, происходит одно из двух. Либо никто не прыгает, либо прыгают все. Но мы не можем сказать, что на эту тему физики объясняют, что у них есть понятие фазовый переход, они умеют их контролировать. Но в теории игр не развится соответствующий инструментал. Одно время мы с Леонидовым пытались как-то вывести статистическую теорию игр, новый раздел, в который пытались эти ситуации как-то собрать, классифицировать, понять, в каком случае нужно включать физику в рассмотрение, как именно. Ну, как-то у каждого столько дел, что все это висит так и висит. Много лет подряд мы это не можем доделать. И, наверное, на пенсии, причем неизвестно, его или моей, его уже и так наступило. Моя еще вроде как не скоро довольно. В общем, не знаю, когда, но это явно требуется какая-то группировка усилий разных наук, чтобы понять, в какой ситуации что мы реально ждем. Но как бы вот это если нет, если равновесий несколько. Если равновесие одно, то ура, мы предсказываем его. Что происходит, если равновесий нет? Ну, например, игра в орлянку. Саша зажимает монету орлом или решкой. Я пытаюсь угадать. Если я угадал, бутылка безалкогольного пива. Если я проиграл, с меня бутылка алкогольного, наверное, пива, да? Вот. Значит, мы играем с Сашей. Но понятно, что ни в каком смысле слова равновесия тут нет. То есть равновесие, в котором я предсказываю его поведение корректно и отвечаю оптимально для себя, не может быть. Потому что если я корректно предсказал, что он зажал орлом, я говорю орел. Но тогда он явно не ждет от меня орел. Он не будет зажимать орла, если он ждет от меня, что я буду говорить орла. Он будет зажимать решку. Но в этом случае у нас не может быть самовыполняющегося прогноза. Если он считает, что я говорю орел, он зажимает решкой. Если я считаю, что он зажимает решкой, я говорю орел. Я говорю решку, извините. То есть получается, что он считает, что я орел, а я должен говорить решку. Ну понятно. То есть ни одна из четырех ситуаций, орел-орел, орел-решка-решка-орел-решка-решка, не может быть самовыполняющимся прогнозом. Иными словами, равновесия нет. А что тогда? Ну понятно, мы ждем какого-то случайного поведения. Мы ждем подбрасывания монеты. В данном случае очевидно, что каждый из нас будет эту монету реально подбрасывать. Саша подбрасывать и зажимать, чем упадет. А я подбрасывать и говорить, что у меня выпало. Ну и так и будем играть. В среднем выигрыш равен нулю. Понятно, что эта ситуация устойчивая вполне. Этот прогноз, мой прогноз на поведение Саши, что он смешивает решку орел с вероятностями по 50%, он при этом, я тоже согласен на свое смешивание по 50%, ну и наоборот тоже верно. Вот в этом смысле есть равновесие. Ну вот, собственно говоря, Джон Нэш доказал, что в любой игре конечного числа игроков существует... Да, конечное число игроков. У каждого конечное количество действий. Конечное количество действий у каждого. Но это называется в любой конечной игре. Конечная игра, когда конечное число игроков играет, у каждого есть конечный такой диапазон его ходов. Вот. Всегда существует равновесие в вышеупомянутом смысле. В смешанных стратегиях поведения. Вот. Всегда существует равновесие в смешанных стратегиях поведения. Теорема тоже свелась к теореме Кокутани. И на самом деле статья, за которую он получил Нобелевскую премию, имела размера одна страница. То есть теорема, сочетание равновесия, сведение к теореме Кокутани, ссылка на Кокутани, еще на какую-то работу, еще, по-моему, две работы было. И все. Одна страница Нобелевская премия. По экономике. А кто оценил? Кто оценил? Нобелевский комитет. Ну, на самом деле, была еще круче. Викри получил Нобелевскую премию за рассуждение без единой формулы про то, что аукцион второй цены выявляет истинное предпочтение. То есть самая короткоизвестная мне Нобелевская премия это все-таки Викри. Тут все равно зарыть переход к этому очень непростому теорему Кокутани. Ну, в общем, тут все-таки было что делать. Хотя тоже, конечно, любой дурак сведет существование к теории Кокутани. Но почему-то этим дураком указался именно Джон Нэш, а не кто из нас. Вот. Ну, вот такие дела. Игр, кстати, вокруг нас полно разных, очень прикольных. Например, есть такая игра «Камень, ножницы, бумага и бутылка лимонада, карандаш, огонь, вода и железная рука», в которую играют наши дети и внуки. Значит, в этой игре все очень нетривиально устроено. И, значит, если хотите узнать как, то ищите в интернете запись лекций в городе Иркутск 26 августа этого года. Оказывается, что элементарные соображения, как в нее играть, совершенно не работают. И, ну, естественно, дети совершенно об этом ничего не знают, даже не догадываются. То есть я с кем я говорил с детей, они не понимают, насколько она сложная. Там, где камень, ножницы, бумага обычная игра, там все понятно. Равновесие, которое мы ждем, очевидное по одной трети вероятности показывать это, это или это. Ну и понятно, что в среднем выигрыш равен нулю. И обыграть эту стратегию никак невозможно. То есть если против вас играют одну треть, то если вы играете камень, то вы в среднем в нулях. Если вы играете ножницы, вы в среднем в нулях. И если вы играете бумагу, вы тоже в среднем в нулях. Получается полностью симметричное равновесие. Понятно, что так и будут играть. А там, там шесть объектов на самом деле. Там, ну это для красного словца, там вот эти бутылки лимонада все. На самом деле там есть камень, ножницы, бумага, карандаш, огня нет, есть, ну по крайней мере в тех местах, где я беседовал, огня нет, есть вода, это колодец, и железная рука. Карандаш, колодец, железная рука. Плюс предыдущие три, обычные, камень, ножницы, бумага. Их шесть. Стратегия кидать кубик обычный и ходить по одной шестой обыгрывается, например, железной рукой. То есть, если против вас играет человек, который не понимает и думает, что надо просто смешивать с равными весами все, играйте просто в него железную руку, не ошибетесь. Но он вас быстро тогда разгадает, конечно, поэтому смешивайте железную руку и кажется карандаш. Там есть две стратегии, которые ее обыгрывают, и вы можете их варьировать. То так, то так. А какой же там тогда равновесие? Следующая идея, что может быть вообще эти все лишние, вот новые? Нет, если вы играете карандаш, если вы играете камень, ножницы, бумага, вас тоже железная рука обыгрывает. Ответ на самом деле очень интересный. В ответе появляются тоже три стратегии, которые надо жонглировать, но другие. По-моему, если так по памяти, то вместо камень, ножницы, бумага будет бумага, железная рука и карандаш. Если вот так по памяти. И их надо использовать с весами поровну. И тогда ни одна чистая стратегия не сможет это обыграть. Некоторые чистые стратегии, которые не попали в эту смесь, они просто проигрывают этим трем. Но все эти три, естественно, дают ноль, как мы ожидаем. Вот. То есть равновесие в этой игре совсем нетривиально, и дети об этом совершенно ничего не понимают и не знают. То есть и теория игр в жизни, да, очень даже такая прямая, прямо вот непосредственная. Даже если бы было время, я бы квант написал это. Слушай, у тебя нет времени? Давай вместе напишем. Тоже нет. Да. В общем, это как бы, это требует написания, но нет времени. Так. Ну что? Вот это про Неша. Есть ли вопросы про Неша? Леонид Витальевич Конторович получил премию за линейное программирование. Линейного программирования учат везде. Поэтому я расскажу вам некоторые очень прикольные и связанные с ним истории. Первый сюжет называется «Оптимальный план неперевыполним» или «Конфликт между математикой и системой социалистического планирования». В 1938 году, консультируя фанерный трест по проблеме эффективного использования лущильных станков, Конторович понял, что дело сводится к задаче максимизации линейной формы многих переменных при наличии большого числа ограничений в форме линейных равенств и неравенств. Он модифицировал метод разрешающих множителей Лагранжа для ее решения и понял, что к такого рода задачам сводится колоссальное количество проблем экономики. Но это просто описание того, за что он потом, что превратилось в линейное программирование и за что он получил Новевскую премию. В 1939 году опубликовал работу «Математические методы организации и планирование производства», в которой описал задачи экономики, поддающиеся открытому и математическому методу, и тем самым заложил основу линейного программирования. После того, как Леонидом Витальевичем Конторовичем был предложен оптимальный метод распила фанерного листа, этот метод в том числе попытались применить к разрезанию стальных листов. Ну что, вполне естественно, какая разница, какой лист резать. После внедрения методов оптимизации на производстве одной из фабрик инженерам удалось улучшить показатели, что привело, однако, к негативным последствиям. Система социалистического планирования требовала, чтобы в следующем году план был перевыполнен, что было принципиально невозможно при имеющихся ресурсах, поскольку найденное решение было абсолютным максимумом. Фабрика не выполнила план по металлолому, львиная доля которого складывалась из обрезков стальных листов. Руководство фабрики получило выговор и больше с математиками не связывалось. Идем теперь. Конторович такси. Значит, на самом деле никто не знает, а придумал механизм-дизайн, именно Леонид Витальевич Конторович, а вовсе не Гурвич и компания. Потому что за 22 года до того, как вышли первые статьи Гурвича по механизмам, произошли следующие события. Работая по ночам и имея склонность к опозданиям, заставлявшим часто использоваться такси, Конторович обратил внимание на частые и простые машины, нежелание водителей совершать короткие поездки. Применив методы математического моделирования, он и группа молодых ученых вывели экономически обоснованные тарифы на поездки. Была введена плата за посадку и несколько уменьшена такса за километраж. То есть это двухчастный тариф, фактически, который вот потом и в РЖД, и везде. Предложение Конторовича было опубликовано в самом престижном математическом журнале страны «Успехи мат.наук» и применено таксопарками по всему Советскому Союзу. Когда ему вручили Нобелевскую премию в 1975 году, это было написано в газете мелким-мелким шрифтом в самом низу около тиража. Советский Союз не понимал, как к этому относиться. То есть то ли вроде... Ну, с одной стороны, да, наш там первый, впервые в жизни советский ученый получил Нобелевскую премию, а с другой стороны, ну, как-то... Ну, по-моему, там Пастернаку не дали, да, ее съездить получить или нет? Кому... Ну, в общем, какие-то были, да, проблемы, такие были у других. То есть это все равно была какая-то такая, ну, внешняя система оценивала. Ну, в общем-то, там был проблем... Я понимаю, я понимаю эту проблему, так сказать, вот эту вот... Такую, то ли объявить, то ли нет, то ли выговоры, наоборот, объявить за получение Нобелевской премии. Вот. Ну, в общем, решили опубликовать, но очень мелким шрифтом. Вот. Собственно, спасибо огромное за внимание. Давайте вопросы по этим, значит, моделям или по... Там, ну, может быть, чуть-чуть шире, по теории игр там. А потом я расскажу про то, что у нас вообще происходит. Вы рассказывали тогда в кубличной библиотеке про модель игры, которую вам ЗЭК рассказал. Вот там как равновесие работает? А, с сахаром. А, с сахаром. О, давайте расскажу. Есть еще несколько минут. Супер игра. Супер история и супер игра. Вот. Я прошу прощения у половины народа, для которых это будет баян. Значит, итак, в 2000 году после первых, после первых, значит, выборов Путина он отпускает ЗЭКов домой, многих очень. Там огромная широкомасштабная амнистия по всей стране. Кто помнит то время, это был сущий ад, потому что в любом поезде было где-то 20 ЗЭКов на вагон, и они, естественно, совершенно безудержно бухали, там матерились, не знаю, бог знает вообще, что делали. Вот. И, так сказать, перемещение летом 2000 года, это было так, это было весело, это было очень весело. Я, как обычно, езжу там очень много, и в то время тоже, значит, я застал такие сцены, о которых сейчас я не могу даже сказать вот под камеру, что происходило в этих вагонах. Но, значит, одна из историй такова. Возвращаясь в таймы, раз очень большого похода, уже в самом конце августа, нам достались только верхние полки, там, боковые, в общем, мы... Я ехал на боковой верхней полке, подо мной ехал ЗЭК, очень задумчивый, тихий, не участвующий, в общем, значит, вот в этом сабантуе, что жутком, в котором весь вагон участвовал. Он, оказывается, сел на убийство, таких сторонятся там, ну, так не очень. В общем, он сидел 7 лет, и его отпустили, он там, как бы, там были какие-то смягчающие обстоятельства, в общем, он, короче, уже ехал домой. И он такой, как бы в какой-то момент говорит, слушай, парень, а давай поболтаем, как там вообще на воле, что там сейчас происходит, чем живет страна, что мне ждать. Вот. Ну и, значит, достали бутылочку, поставили, начали болтать. И в какой-то момент он меня спросил, чем я занимаюсь по жизни. Ты, парень, чем ты вообще по жизни-то занимаешься? Чем? Кто ты? Я говорю, я младший научный сотрудник, я занимаюсь теорией игр. Он говорит, ох, теория игр! О, как круто, а? Давай мы с тобой сыграем. Мы очень любим на зоне одну игру, называется тюремный покер. Значит, тюремный покер выглядит следующим образом. Это камень-ножницы-бумага, в котором вместо камень-ножницы-бумага выкидывается один или два пальца. ЦУ-Е-ФА, например, да? Вот если так, как вышло, я должен выиграть у него два куска сахара. На зоне играет на сахар. Или ЦУ-Е-ФА. В этом случае я проиграю три куска сахара ему. То же самое и в этом случае. Я проиграю ему три куска сахара. А если ЦУ-Е-ФА, то я выиграю четыре, да. Четное-нечетное, но выигрывается именно суммарное количество пальцев. То есть... Ну, просто да, он сказал, ты будешь выигрывать да, я буду играть за нечетных, ты за четных, игра абсолютно честная, ты видишь, какая полная симметрия. Здесь 3-3, там 2-4, каждый исход равновероятен. Ну, в общем, ты сам понимаешь, что игра честная, просто скоротаем время, будем играть на сахар. Я под предлогом того, что я ушел в туалет, взял бумажку, ручку и начертил там табличку, соответственно, быстро нашел решение в этой игре с нулевой суммой. вернулся и сказал, да, поиграем, только я на самом деле буду за нечетных, если ты не против, то есть я буду выигрывать 3, а ты 2-4. Он говорит, а почему это вдруг так? Я говорю, ну, потому что, потому что игра нечестная, потому что ты себе взял партию, которая будет выигрывать. Чуть-чуть, но будет. Говорит, а как это? Почему это? Она нечестная. Вот же все честно, ты же в своей теории вероятности, вот же 4 исхода, они все равновероятны. Я ему говорю, потому что ты будешь показывать один палец чаще, чем два. И он такой, аааа, и что, это следует из твоих формул? Мы говорим, да, и да, это правда, это правда, мы всех новых разводим, всех зэков разводим, играем с ними, выигрываем, там, они очень долго не замечают, потому что, ну, там чуть-чуть совсем, там, реально равновесие такое. Значит, в равновесии один палец показывается в 7 из 12 случаев, а 2 пальца в 5. То есть, надо вначале кинуть монетку, если монетка выпала решкой, вы показываете один палец, а если орлом еще кидаете кубик, если на кубике единица, то все равно показываете один палец. А вот если на второй раз после орла на кубике 2, 3, 4, 5, 6, то тогда 2 пальца. То есть, очень легко это все реализовать. Вот, точного значения он не знал. Он сказал, спасибо огромное, жаль, я уже освободился, а то бы сейчас я с точным математической формулой, я вообще бы всех. Ну, он говорит, ничего, если еще попаду, я буду теперь знать, как играть. Вот. То есть, равновесие состоит в том, что каждая из них чаще показывает один палец. И здесь ничего нельзя сделать. Вот та сторона, которая выигрывает 3 куска сахара, в среднем в этом случае выигрывает 1, 12-ю куска сахара за кон, но та, которая играет против нее, ничего изменить не может. И если она показывает 1 палец, она проигрывает эту 1, 12-ю. Если 2, то тоже проигрывает 1, 12-ю. Поэтому, какая бы смесь ни использовалась против этой стратегии, это будет проигрыш 1, 12-й. Вот. Ну, а понятно, что 1, 12-я, это там, вы очень долго будете играть, прежде чем вы заметите, во-первых, что вы проигрываете, а во-вторых, что вообще жульничает кто-то, очень трудно обнаружить. Дело в том, что вот это 7 к 5 отлично, вот статистически значимо будет отличаться от 1 к 1, да, то есть 7 к 5 или 6 к 6, через там типа 300 игр можно будет сказать, что с 2 сигмами мы отвергаем гипотезу, что это бросание монеты. Ну, кто знает статистику, то есть нужно будет очень долго ждать до того, как мы скажем. Это чрезвычайно, но вы к этому времени уже проиграете там, штук 10 кусков сахара вполне себе, там или 20. Ну и вот они так разводили всю зону, представляете, как умно, да? Какая игра, неожиданно сложная и такая как бы содержательная оказалась из этого простейшего сахара просто. Так, а теперь я вас зато приглашаю в нашу империю математики. Мы целой командой строим в интернете полную замену, так сказать, официальным вещам, которые работают не очень хорошо и буксуют, по мнению многих, скажем так. То есть вот то, что образование там очень много жалуются всегда, что очень плохое в школе стало образование, что в школе ничему не учат. Вот. Ну и мой ответ такой, что по этому поводу глупо рефлексировать, а надо просто создать много других альтернативных ресурсов, где можно учиться. Ну и вот соответственно мы создаем в интернете империю математики. Главное ее главное место это вот этот вот YouTube канал, который называется Punk Mathematics. Этот YouTube канал, на нем 45 тысяч подписчиков, и я приглашаю вас всех, чтобы стало еще на 50 больше, заходить, смотреть все видео подряд, там приглашать всех своих друзей, как говорится, лайкать и так далее. Значит, по теории игр есть курс, ну во-первых, тут есть куча всего по теории игр, в том числе, там очень много всяких роликов. Далее, по теории игр есть отдельный курс в физтеховском отсеке национальной платформы открытого образования, мой курс по теории игр. Там же, кстати, есть мои курсы по высшей математике начальной этой самой мат-анализы линейной алгебры два курса. Есть геометрия и группы. В общем, в интернете, да, математика для всех есть, это на Курсере, вот последние два. Но я больше даже сейчас вот рассказываю про наши. Значит, ВКонтакте, паблик, вот он, уже как бы это самое, ведем его. Потом есть сайт, есть Инстаграм, есть Фейсбук. Подписывайтесь на все. На сайте находятся 100 уроков математики в открытом доступе, завершенный проект. Вот если у вас есть дети нужного возраста, то сажайте, заставляйте их проходить 100 уроков математики. Если они пройдут 100 уроков математики, можно Минобор не замечать, не надо его ругать или хвалить, там, как бы, мертвое, оно умерло, а живое живет. То есть, спокойно берите это, проходите, и у вас будет прекрасный уровень математики, независимо от того, в каком состоянии сегодня официальная структура. Это не имеет никакого значения. Вот. Значит, для взрослых вот на Саватеев и XYZ 700 с лишним лекций. На все возможные темы. Все абсолютно в открытом доступе. Это делается много лет подряд. Делается только для того, чтобы все люди на русском языке получили нормальное образование. Меня задолбало, что все находится только на английском в интернете. Меня это бесит. Вот просто я жуткий мракобес, я квасной патриот и страшный мракобес. Я терпеть не могу, что там, если что-то недоступно на русском языке. Это значит, кто-то недоработал из нас. Так дорабатывайте. Почему? Почему эти там драные английский язык являются языком там, какого-то международного общения? Потому что мы недорабатываем с вами. Русский должен быть языком главным, а не английский. Вот. Ну и я своими, значит, силами и силами моих друзей в эту сторону работаю. Мы, значит, очень тут вот развели эту активность. Ну и, собственно говоря, значит, да, еще там есть, во-первых, принты вот этой футболки. Мы начали ее продавать, и она с одной стирки у всех сходит буквы. В общем, связались с какими-то китайскими поставщиками, которые нас прокинули. Ну, короче, ничего у меня из мёрджа не получается, поэтому все выложили. А книга разваливается в руках, как вы, наверное, заметили уже. Вот. Все разваливается. В Иркутске Игорь Мадьяров основатель школы Алиса сделал суперобложку такую твердую, проколол, прошил и сказал, что пусть все, кто действительно любит твою книгу, тоже сделают то же самое. Но вот на самом деле, конечно, мёрдж у нас совершенно не выходит. То есть единственное, что реально выходит, это выходят вот лекции, видео лекции. Вот этого, значит, я стараюсь объяснять максимально. Понятно, насколько это, в принципе, возможно. А эти все вот, пожалуйста, книга бесплатно скачивается на этом сайте. Математика для гуманитариев. Кто хочет ее в бумажном, ну, покупайте там, в Читай-Горде, в Ростове она точно есть. Вот, дальше это самое, принты лежат. Все есть везде. А самое главное, внимание, что на этом канале нет никакой рекламы вообще. Это канал, в котором мы отключили монетизацию напрочь. Потому что, когда человек смотрит нормальную вещь, а ему из экрана лезут какие-нибудь непонятные памперсы, наружу, то это, я не знаю, вот для меня это просто, у меня вызывается рвотный эффект, эффект, просто реально рефлекс. Вот это вот та часть современности, которую я тоже страшно ненавижу, люто, вот эта вот рекламная часть. И мы ее отключили вообще. Мы лишились, понятно, очень большого притока этих платежей. И мы рассчитываем на добрую волю людей. А добрая воля состоит в том, что у нас вот здесь есть опция стать патроном. Патреон называется. Записывайтесь раз в месяц, если у вас есть возможность, например, 100 рублей в месяц переводить, это прекрасно будет. Если есть там возможность переводить больше, вообще идеально. Если меньше, можно и меньше, наверное, я не помню, какая минимальная сумма. Но в общем, идея такая, мы живем вот так. То есть, мы живем на краудфайдинге, который состоит в Патреоне. Подписывайтесь и все. И смотрите все без всяких этих мешающих факторов. А у кого нет денег, те ничего не делают, просто смотрят канал совершенно спокойно и без всякой зазрения и совести. Ну вот, собственно, на этом я и, наверное, завершаю. Продолжение следует...